Сегодня мозговой штурм начинает Дмитрий Гусин. Наверное, не будет, если это... Хотя, сейчас посмотрим. Релятивизм — философская идея, согласно которой всё в мире относительно. Ничего однозначного, верного, общепризнанного не существует. Кроме того утверждения, что всё в мире относительно. Нет истины, а есть только различные её интерпретации, различные точки зрения, различные углы зрения, различные подходы. В одних условиях, в одной ситуации и для одних людей это может быть так, а в других и для других людей это может быть иначе. Приведём пример из области естественно-научной. Восход Солнца на востоке и закат его на западе. Это факт, это то, что мы видим каждый день. Интерпретировать это можно следующим образом. Во-первых, Солнце движется вокруг неподвижной Земли. А во-вторых, Земля движется вокруг неподвижного Солнца. Два этих объяснения являются вполне убедительными. Вот, уважаемые, кстати, смотрите. Оба научно-уважаемые друзья, смотрите. У нас есть два научных объяснения, такие протонаучных. Неважно, научных или не научных. Просто два объяснения. Земля движется вокруг Солнца и Солнце движется вокруг Земли. Для практики они абсолютно идентичны. Нам вообще без разницы, что вокруг чего движется. Главное, чтобы мы приблизительно представляли траектории, и неважно, относительно чего мы измеряем движение. Ну, если система будет попроще, конечно, система будет попроще, то нам измерение будет проще проводить. Ну, например, если вокруг Солнца движутся все планеты, относительно Солнца производить измерение будет довольно-таки просто. По некоторым, в общем-то, параметрам. И, может быть, тогда вот эта вот концепция будет более практичной. Но не факт, что истинной, кстати. ...яснение для одного и того же факта. Этот пример показывает нам ту ситуацию, что есть не столько истина, сколько ее интерпретация. А вот пример уже совсем простой из нашей повседневной жизни. Это небольшой анекдот или небольшая притча. Притч-анекдот. Что такое притча? Какая-то короткая история с философским смыслом. Некую женщину коллеги по работе спросили. Как ваша дочка вышла замуж? Она ответила, очень удачно и успешно. Я так за нее рада. А почему? Она ответила, ну, смотрите, ей такой муж достался. Просто сказка. Во-первых, она нигде не работает. Она ничего по дому не делает. Она спит каждый день допоздна. И каждые выходные они с мужем ходят в театр или в ресторан или на концерт. Вот как. Ну, поздравляем, здорово. Ну, а как женился сын? Ой, сын женился так плохо, так неудачно. Я так расстраиваюсь из-за него. Говорит она, почему? Ну, сами судите, такая досталась ему жена. Во-первых, нигде не работает. По дому ничего не делает. Спит допоздна. По выходным хочет ходить в театр или на концерт. Обратите внимание. В основе этой истории лежат одни и те же факты. Но мы имеем две различные интерпретации этих фактов. Относительно фактов здесь давайте пометочку сделаем. Но здесь не то же самое, что научные факты. Обыденный факт, ну, это вообще любое там, ваше обыденное мнение. Я не знаю. Обыденное наблюдение может стать обыденным фактом. Ну, не знаю. Там, нож, мой нож режет хлеб. Обыденный факт, например. Это не факт науки. То, что ножи режут хлеба, ну, в принципе, тоже даже не научный факт. Ученые это в качестве фактов, ну, не рассматривают по преимуществу. Ученые, не знаю, как это будет рассматривать. Ну, вроде бы на ножах он будет основываться. Но потом ножи постепенно абстрагируются. Они уйдут в сторону. Есть определенный материал и определенный угол его заточки. И тогда уже будет определенный, в общем-то, разрез. То есть наука, она всегда налагает абстракцию на реальные предметы. Обыденный опыт, он работает с этими самыми предметами. Нередко работает с этими самыми предметами. Хотя тоже иногда уходит в абстракцию. Но наука это всегда об абстракции, получается. Всегда абстрактное описание. Поэтому всегда интерпретация. То есть есть разные вообще факты, разные типы фактов. Философский факт какой-нибудь тоже может существовать. В разных системах по-разному. И в этом смысле все крайне-крайне сложно, друзья. Что самое поразительное. Обе интерпретации являются правильными. Ответим на вопрос. Действительно ли дочка в этой истории вышла замуж удачно? Да, действительно, удачно ей. Удачно не научная категория. И это является плохой интерпретацией фактов. Научных как минимум. Можно только позавидовать. Вопрос второй. Действительно ли сын женился плохо? Да, действительно плохо. Ему можно... Здесь просто все... Настолько... Ну, здесь это обыденные термины и оценочные понятия хорошо-плохо применяются. А хорошо ли работает теория относительности? Ну, в смысле, хорошо. Этично ли теория относительности или не этично? Вопрос, да, такой задается. Хороша ли она по этическим каким-то основам или нет? Уважаемые, мне уже 10 лет не надоедает нападать на науку. Причем, почему нападать? Я вполне так себе за ее существование. Потому что если мы сейчас отбросим все теоретические описания внезапно и попробуем навязать ей другую модель, то у нас будет большой спад в практике, скорее всего. То есть моя критика, она чисто такая интеллектуальная, чисто теоретическая. Наука, скорее всего, неверна и в ней стоит сомневаться. Вот такое у меня отверждение. Причем в ней стоит радикально сомневаться. Я сейчас, по-моему, защищал науку перед Гусевым на самом деле. Потому что он очень странные вещи говорит, ну, примеры, аналоги очень странные приводит. Только посочувствовать. Итак, одни и те же факты, но разные интерпретации. Пример, который свидетельствует в пользу того, что мы имеем дело не столько с действительностью как таковой, сколько с нашей точкой зрения. Ну, с относительно точки зрения в обыденном сознании все очень крайне легко и очевидно. Ну, то есть там даже ребенок поймет вот это вот относительность знаний о том, что там девушка женилась хорошо, дочь, а сын женился плохо, что для кого хорошо, что для кого плохо. Ну, вот такое вот. На эту действительность. Действительность, видимо, сама по себе от нас навсегда сокрыта. Она тайна за семью печатями. Не уверен, что это так вообще-то. Вот, то есть, опять же, если мы скептически подходим к этому, это не факт. Релятивистически, да, конструктивистически, скорее всего, да. А вот скептически мы не знаем. Может быть, есть способ открыть истину. Может быть, ученые уже открыли истину, а я просто так в этом сомневаюсь. То есть это тоже не исключается, понимаете, опять же. Просто я не могу развеять эти сомнения никаким образом. А вот наши взгляды на действительность, наши точки зрения, наши различия... Может быть, уже теория относительности Эйнштейна является абсолютно истиной. Ну, там, может, не абсолютно истиной, но при определенной калибровке, при определенных, в общем-то, изменениях понятия она будет абсолютно истиной. Истинная ее интерпретация это и есть то, что веками создает наука, религия, философия, искусство и другие формы духовной культуры. Что делает наука? Истины, во-первых, не то, чтобы нет. Ну, то есть вот такая вот постановка вопроса истины нет, тоже очень странно. Истина-то, скорее всего, есть. Истина. Истина сама по себе вне человека. Вопрос в том, может ли человек создать такое знание, которое будет этой истине адекватно? Может ли человек отразить в себе эту истину? И какими методами и способами он может это сделать? То есть, может быть, может. Может быть, он уже это сделал. Может быть, уже некоторые люди это делали. Или может быть, наука права. Или может быть, религия какая-то права. Спасибо. Спасибо. Ух. Спасибо метафизической горилле. Наша звезда крутится, денежки мутятся. И мы продолжаем разбирать прекрасного профессора. Как его там уже зовут? Я уже забыл. Ну, ладно. Но он, в принципе, так, простовато, простовато. Посмотрим, посмотрим. Мы сегодня все успеем заценить. Я сегодня здесь до 8 часов. И раз уж уже все проплачено, я рад. Мы просто два дня не платили без тебя, метафизической гориллы. И деталюба не было. И тебя не было. Я такой сидел здесь, бедный. Скорее всего, ответ будет примерно такой. Как что она делает? Наука познает мир. Она познает мир. Она проникает в тайны природы. Она помогает нам делать нашу жизнь лучше и проще. Относительно того, наука ли... О, Панчина, это круто. Панчина хочу посмотреть. Так вот, вопрос наука, помогает ли она в практике, тут дело уже немножко другое, потому что практика... Практика. Практикой по преимуществу занимаются не ученые, то есть не те люди, которые следуют научному методу. То есть инженер, это не физик-теоретик. То есть медик, это не физиолог и... Ну, не она там даже. Ну, то есть даже не знаю, что еще вам привести в пример. То есть это вообще люди очень разные. Вот вообще разные. Почему мы называем практическую деятельность инженеров и медиков наукой? Ну, это, наверное, традиционно так сложилось. Просто традиционно. И определений науки, опять же, может быть невероятное множество. И это тоже еще одна сложность с определениями науки, с пониманием, что она такое, что с чем непосредственно связано и насколько глубоко вообще-то связано. Очень-очень трудные проблемы. И ставить окружающий мир себе на службу, такой взгляд на науку и на ее роль в жизни человека и общества сформировался еще в 17 веке. Вспомним знаменитое высказывание Фрэнсиса Бэкона. Знание – сила. О каком знании идет речь? Конечно, о знании. По преимуществу я согласен, что до 19 века наука была очень позитивно оценена. Поэтому и позитивизм ранее появился. Первый позитивизм, который появился с крайним таким сиентическим налетом, от которого традиционно уже идут менее, в общем-то, менее такие догматические, уже комплементарные науки и течения, вроде неопозитивизма. Пост-позитивизм уже по большей части, ну, критический позитивизм тоже комплементарен к науке, а обычный поединок, такой пост-позитивизм уже критичнее и относится к ней. Но все равно это в части комплементарные позиции. Даже Фейраббент, он он вроде бы хочет анархизма, но он хочет, чтобы этот анархизм был в науке почему-то. Не вообще просто вот, не знаю, чтобы науку... Не допускать, что наука исчезнет, а наоборот допускать, что внутри науки будет все вот так флюоралистично, будет много разных концепций, но тоже очень анархизм такой внутри науки будет. Но это тоже отчасти комплементарно к науке получается же. Это не полное ее отрицание, это не поджигание колдунов-ученых, что мы не поддерживаем, конечно. ...научным. И так, согласно классической точке зрения... Вот, с Беконом все в принципе понятно, и не только с Беконом, а уже ближе к 19 веку все уж прям очень позитивно было с наукой связано. Но потом произошла так называемая революция научная. И с этим начались проблемы. Ну, то есть, ученые, которого долгое время, там, лет, не знаю, 300-400, верили в такую теорию Ньютона, внезапно столкнулись с тем, что она, ну, в общем-то, сломалась. Формально сломалась, она не соответствовала тем фактам, которые были обнаружены. И что-то пришлось с этим делать. Это был большой, очень научный слом, который сейчас, ну, уже буквально лет 100, чуть больше 100 лет, ну, влияет на развитие нашей современной научной действительности, как таково, именно на мировоззрение ученых и на вот этот вот их страх. Страх признать, что вот они, да, на самом деле могут ошибаться, или что-то наоборот, что они могут достигнуть абсолютную истину, например. В какое-то время казалось, что они действительно, что они действительно чего-то достигли, им казалось, чего-то большого, чего-то очень значимого, а потом оказалось, что нет. И второй раз, как бы попасться на этот крючок было бы трудно, и начинаются различные ухищрения риторические. Медофизическая горилла, чем вам Панчо нравится? Он мне не нравится как раз, и его покритиковать очень хорошо можно. А я бы не сказал, что он даже интересный, умный, импонирует мне как мыслитель, или он хороший какой-то сайентист. О нем можно много сказать, и он такой вот типичный, знаете, пример сайентиста просто, особенно внутри науки. Это как бы средняя температура по палате, на мой взгляд, по крайней мере. Наука действительно познает мир, она постепенно открывает истину, она проникает в тайны природы, и она выясняет, как все устроено. Ну вот смотрите, в чем проблема. Опять же, она выясняет, то есть в определенное время считалось, что наука уже выяснила, уже выяснила все самое важное, что могла узнать. Но в определенный момент произошло нечто такое вот страшненькое, научная революция, потом оказалось, что ну давайте будем говорить, что мы пытаемся узнать, давайте не будем претендовать на абсолютную истину, но все-таки да, уже обосрались несколько раз, и теории революции, как бы у нас не было до этого, мы тоже обосрались, там не знаю, в 6 тысяч лет верили, что это существует. Обосрались по всем фронтам, в общем-то, к 19 веку оказалось. И после этого как-то говорить, ну наука все, вот тогда не постиглись, а сейчас уже постигли. Уже было бы очень глупо. Очень глупо и нелепо даже, даже уже внутри науки было бы это нелепо делать, ученые сами это осознали, не благодаря философской критике. На самом деле. Но есть и неклассическое представление о науке и ее роли в жизни. Классическое представление, наверное, он сейчас подразумевает представление классической науки, то есть науки до научной революции непосредственно, до первой Эйнштейновской, этой самой научной революции, замечательной. Вот. Да, может быть. Ну просто там была такая вот заварка, невероятная, из различных мыслителей, пон, коры, очень странные вещи. Медвижская горилла, все хорошо, очень милый комментарий про щечки и потискать как котика, мы поддерживаем. Панчин милый. Но покритиковать его тоже стоит. Так вот, о чем там? В жизни человека и общества. Чтобы перейти к нему, зададимся одним простым вопросом. Скажите, пожалуйста, никогда... А, классическое, не классическое. Понял. Классическая наука, он подразумевает, видимо, науку до революции, а потом после революции, видимо, формирование, вот то, что вообще на промежутке вот этих вот двух эпох, до и после первой вот этой вот научной революции, там действительно происходило тотальное интеллектуальное бурление. Тот же самый Понкаре со своей концепцией концептуализма, не знаю, новые позитивисты начали тоже нарождаться, Авинариус, не знаю, Мах, Мах тоже очень странный, Мах уже до того дорос в своей критике науки. Настолько преисполнился человек, что уже начал сомневаться в существовании атомов и правильно делал, вообще-то. Вообще-то очень правильно делал и для того времени, я думаю, даже для настоящего времени. Хотя, мне надо понять, это все тоже основательно изучать. Я не профессиональный физик, но на протяжении всей истории науки в большинстве подавляющем ее утверждений можно было очевидно сомневаться. И я до сих пор думаю, что это можно сделать. Но особенно относительно атомов, даже клеток с клетками все не так уж и просто и однозначно и так далее, так далее, так далее. В голову не приходил вам такой вопрос, возможно, когда вы учились еще в школе. То, что написано в учебниках по физике, химии и биологии, это и есть то, как... Там по преимуществу описана классическая наука до 19 века. В поздних учебниках таких вот 9, 10, 11 класс иногда упоминаются теории Эйнштейна, Максвелла, иногда, иногда, ну вроде бы, иногда они даже не особо проходятся. Насколько я помню, мы в школе из Эйнштейна проходили, ну, только красное смещение. Только красное смещение. Теорию относительности мы не разбирали, хотя, ну, чисто визуально она красивая. Ее очень красиво можно преподать, но просто она противоречит всему тому, что изучалась в школе до этого. А, да. с биологией, ну, теорию эволюции изучали, но, наверное, не так хорошо, как следовало бы. Школьные учебники по биологии это какое-то смешение анатомии, местами анатомии, иногда физиологии, что-то о физиологии, анатомии человека там есть и немножко про животных. Относительно теории эволюции хорошо изложенной, ну, там тоже такого нет, к сожалению. Хотя, наверное, надо было бы, ну, раз уж научной школы, было бы хорошо ее изложить прямо отлично. А методическая горилла, да, я думаю, я долго буду останавливаться здесь на каждом, в общем-то, моментах, поэтому, ну, можешь отойти. Будем продолжать. На самом деле устроен мир или, возможно, он устроен как-то иначе, а то, что написано в учебниках, не совсем, мягко говоря, соответствует тому, как он устроен в действительности. И если этот вопрос в голову вам приходил, вы уже рассуждали в духе неклассических представлений о науке. Итак, точка зрения неклассическая. Тут, опять же, проблема, что сложно. И точки зрения у неклассических представлений о науке нет, потому что антисоентизм, во-первых, многогранен, и представление о науке в антисоентизме это не одно представление, это множество разных представлений, которые даже объединить невозможно, ввиду того, что есть христианский антисоентизм, буддийский антисоентизм, там, не знаю, философский антисоентизм, Внутри философского имеется еще неограниченное количество всевозможных антисиентизмов. Наука не познает мир. Она не открывает тайны природы. Есть еще скептическое. Мы не знаем, познает ли наука мир и открывает что-то природы. Она не добывает истину. А что же тогда она делает? Наука строит различные интерпретации мира и человека, и общества, и истории. С точки зрения интерпретации, ну, да, он, наверное, сейчас научную как раз и перечисляет концепцию, которая доминирует уже после XIX века. Но это тоже догматическая концепция. Это ничего не меняет толком. ...терпретации, которые могут быть разными, которые могут конкурировать, могут взаимоисключать, которые могут на протяжении истории науки менять друг друга, но которые... Но он здесь, видимо, склоняет нас к постпозитивизму. И это вполне уместно. Но постпозитивисты, опять же, напоминаю, довольно комплементарны к науке. Это не классические представления о науке внутри людей, внутри философов, которые к науке комплементарны. Ну, то есть, да, очень комплементарны. Они надеются, что, ну, пока нет, но может когда-нибудь, да, будет достигнута истина, и практика будет улучшаться, и все будет хорошо, еще лучше будет. Но проблема, опять же, заключается в том, что, я не знаю, по-моему, на мой взгляд, насколько вот я вижу, большинство ученых придерживаются классической трактовки науки. А те, кто придерживаются неклассической, даже вроде бы, вроде бы как будто бы, ну, мы типа скептики, мы типа во всем сомневаемся, друзья. Во всем сомневаемся, а на самом деле они дохера в чем не сомневаются. Вот, 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 что важно заметить. А на самом деле там не то, чтобы сильно неклассическая концепция, ну, вот, когда речь зайдет, например, о физике теоретической, они скажут, ну, да, ну, да, имеется противоречие между теорией относительности Эйнштейна, да, и там между стандартной моделью, мы придумываем, там физики придумывают какие-то другие подходы. Там, не знаю, теорию струн, М-теорию, там, супертеорию струн, что-нибудь еще, там очень много разных теорий они дополнительно придумывают, чтобы как-то создать теорию всего, но пока что не получается, и мы ничего вроде бы не знаем. На самом деле, вот, как бы, когда речь пойдет о других аспектах именно теоретической науки, которая не физика, которая не теоретическая, совсем уж абстрактная такая вот физика, которая строится на математике, которую никто не понимает, даже сами физики ее не особо понимают. Вот. Когда речь пойдет о других вещах, то, оказывается, у нас дохера везде знания, все знаем, все хорошо на самом деле было. Ну, то есть, понимаете, когда речь касается таких крайних рубежей познания, ну, да, 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 не классическая теория у нас, не классически воспринимаем науку, а когда вот уже не крайние рубежи познания, нет, все, все наука знает, все умеет, обладает точным знанием, ну, как у Этаса было ранее, то же самое он уже произнес. Ну, то есть, с ДНК-то мы все знаем, с ДНК мы все знаем, а вот есть аспекты, которые не все знаем, все. Вот такая неклассическая уже концепция получается. Но суть та же получается. А что такое самение? Самение это когда мы готовим самов, я думаю. Самение. Просто преположение. Ну, может быть, сомнение это реально преположение. Есть предположение, а есть преположение. Преположение, кстати, очень интересно. Да, Иотас, я тут вспоминал вашу позицию. Ну, по сути, она ничем особо не отличается от классической трактовки. Но кроме того, что крайние рубежи познания вы действительно отодвигаете в сторону. Как и многие ученые современные в целом. Очень современная трактовка. Очень такая знаменитая и модная сегодня. То есть нету такого, чтобы вот прямо у нас была классическая и неклассическая форма восприятия науки. Классическая мы прям верим, верим, верим в науку. А неклассическая прям вот не верим, не верим, не верим. Все интерпретации, все релятивистичные и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть, на самом деле, вот этот вот неклассический способ осмыслять науку, он очень классический, и в нем просто предлагаются некоторые исключения. Неклассическое представление не выясняет... Интересно, почему у него здесь 16+. А, это просто значок у канала такой. ...потому что никакого самого дела возможно даже и нет, а строит различные интерпретации мира, природы, человека, общества. Тогда возникает вопрос, зачем она строит эти интерпретации? Ответ будет такой. Эти интерпретации она строит для того, чтобы человеку в мире хоть как-то ориентироваться. Ориентироваться... Неправильно поставлено итоговый, в общем-то, вывод. Сделал неправильно. Опять же, концепции, которые рассказывают о том, зачем, очень много. Иотас одно-один озвучил. Для практики, например, утилитаристическая концепция. Мы должны как-то все это вот непосредственно привести к практике. Вот эти вот знания, они так или иначе способствуют развитию практики. А значит, наука, ну, имеет хоть какую-то пользу. Если она имеет какую-то пользу, ну, наверное, не стоит от нее отказываться. Практический аргумент. Окей. Допустим, и это одно из объяснений, зачем. Другое объяснение, зачем, может строиться, ну, просто на построение некоторой логической модели, непротиворечивой. Наука – это определенная структура иерархическая, в которой совершаются некоторые акты. Некоторые акты. Там ученые, в общем-то, договариваются друг с другом, что мы считаем научным, а что не считаем научным. Какие теории научные, а какие ненаучные. Вот. Здесь можно все привести к созданию непротиворечивых теорий и определенных договоренностей, для того, чтобы, вот нам говорит человек, вот для чего. Вполне возможно, вполне возможно. Наука, написано в комментариях, познает ради понтов и власти над быдлом. Еще одна концепция, как вы видите, почему бы и нет. Наука познает, пытается познавать ради понтов, почему бы и нет. Определенный авторитет, определенная социальная значимость. А ученым, которые хотят быть социально значимыми, получив научные степени, получать хорошие зарплаты в разных странах мира, получать денежки, гранты. Почему бы им, да, не хотеть стать понтовей и властвовать над быдлом. Да, действительно, отчасти концепция власти, как у Фуко, тоже имеет место в данном случае, безусловно. Я согласен, да. То есть концептов, почему объяснять, для чего нужна наука, для чего она существует и почему она до сих пор как бы держится, их много. Некоторые из них противоречат друг другу, кстати. Поэтому тоже, ну, такое. Для того, чтобы в нем жить. Ну, понятно, что он сейчас снимает лекцию для непосредственно Sky One, это попса. И это нужно объяснить обычным людям, как это все работает, чтобы они не запутались, не сошли там с ума от этого. И чтобы было понятно, приведем простой пример. Представьте себе, есть некий город, в котором улицы являются безымянными, а дома не имеют номеров. Как в этом городе нам... Иотос, проблема в том, что наука возникла из философии. Наука, философия создала научный метод в целом. Все самые базовые положения научного метода были сформулированы философами. Все, как бы. Поэтому вся практика, которая возникла из науки, она также вот просто вот генеалогически переходит к философии просто вот автоматом. Простите. Простите, что вот так вот бывает. Перемещаться из адреса в адрес. Если нет ни названий улиц, ни номеров домов. Ну, понятно как. Нужно улицы назвать... Уважаемый, зачем вы задаете вопросы по вопросам? Да, как нечто может быть чем-то. А дома пронумеровать. И тогда мы сможем в этом городе ориентироваться. Ответьте на вопрос. То, как названы улицы, то, как пронумерованы дома. Имеет ли отношение к самим улицам и к самим домам? Очевидно. Ну, проблема еще заключается в том, понимаете, что изначальный идеал науки, то есть классической науки, науки, которые развивали Галилей, Ньютон и так далее, и так далее, это знание. Это познание мира. Все, что делается вокруг, вот этот метод, эмпирика какая-то, телескопы, микроскопы, хреноскопы, это все для познания. Это не для практики, это не для практики, это не для утилитаризма, это не для понтов, это для познания. И многие как раз вот эти вот ученые, те самые, они наоборот говорили, ну кто я такой? Я червь, я такой маленький человечек, который стоит на плечах гигантов, вот так вот, видите, на плечах гиганта Шадова стоят там вот другие ученые, как бы. Вот они так себя воспринимали, как погоны своеобразные, такие вот. Да, на плечах и науки, и своих предков. Вот как это интересно было. Ну и не все философы в целом тоже такие вот. Так. Понты, не понты, понты. Видно, что не имеет. А если мы улицы переназовем? Кстати, согласен с аналогией с городом. Название, переназвание, цифры числовые позволяют нам ориентироваться в городе, определять, где какие улицы находятся. Но это не значит, что мы познали сущность города, его природу, как мы по нему перемещаемся, его структуру, архитектуру и так далее, так далее, так далее. Более сущностные качества города. Мы можем практически определять, где мы в городе находимся, куда идти, как по этой улице проходить. При этом у самой улицы феноменологически, антологически названия никакого нет. И никакого числа ни у одного дома нет. Это все наши выдумки. Это как бы все наши выдумки, мы их сами, опа, опа, накидали. Наука работает приблизительно таким же образом в целом. Именно описательный такой фактологический багаж науки во многом формируется по той же самой схеме. Вот многие вот эти вот факты, спины различных, спины, то есть вращения различных частиц микроскопических, крайне-крайне-крайне малых, маленьких и так далее, так далее, так далее. Это все тоже такое вот перечисление. Иногда структурирование, систематизирование на базе перечисления различных логических подходов и так далее, так далее, так далее. методология всевозможная, которая еще за этим всем лежит, это тоже непростое вот наблюдение, такое, о, все понятно, эволюция как бы существует. Это не так вот делается, не просто, о, все, я увидел эволюцию, все понятно. Я знаю, что эволюция есть. Все куда сложнее, значительно сложнее. И вот эта вот аналогия с городом, она очень, на мой взгляд, хорошая в данном случае. Ну, то есть мы все получаем мы все понимаем, в смысле, мы все понимаем, что в городе не существует улиц и домов самих по себе. Это мы их называем улицами, мы пишем название вот так вот и вставляем его. И цифры какие-нибудь там на домах делаем, тоже мы, как бы, люди. И это все как бы выдумано. И чтобы это доказывать, даже не нужно, в принципе. Но наука действует во многом по такому же алгоритму. Что тоже нас наталкивает на определенные мысли. Перенумеруем. Изменится что-то в расположении самих улиц и домов. Ничего не изменится. Опять же, улица, это тоже такое же название, такой же ярлык, как и номер дома. Так вот, безымянные улицы и дома без номеров, это мир на самом деле. Такой, какой он есть сам по себе. Не знаю, мир ли это на самом деле, но просто номера и улицы, это определенная иллюзия, которую мы сами создаем. И можем в ней работать, функционировать. И эта иллюзия помогает нам практически эффективно себя вести. Причем очень практически эффективно. Вот я никогда не был в этом месте, но зная улицу, дом и имея гугл-карту, я смогу дойти до этого места без проблем. Это магия. Определенно. Ну, то есть, вот вам пример, как не зная истину, ну, то есть, например, не то, что не зная истину, обладая истиной совершенно другого рода, можно сделать что-то практическое, создав некую иллюзию. И вы всегда будете приходить именно к моему дому, например. Я вам укажу адрес, и вы придете к моему дому. И моего дома уже вы будете стоять, смотреть на него, я в гости даже приглашу. А как вы узнали, что это мой дом? Ну, это же не истина, на самом деле. Это же не истина, нет. Но практически вы до него доберетесь. И практически у вас есть цель добраться вот до моего дома. И вы это сделаете благодаря ряду иллюзий таких социальных. Все замечательно. И наука работает во многом точно так же, просто немножко на другом уровне и с некоторыми определенными претензиями. А наши научные теории и религиозные верования и философские концепции это не что... Архитектор из Матрицы это философские концепции олицетворяет. Как способы названия улиц и способы нумеровки домов. Для того, чтобы нам в этом хоть как-то ориентироваться... Тут уже какой-то конструктивизм получается. Ну, не-не-не-не. И как-то существовать. Фу-фу-фу-фу-фу. И понятное дело, что от эпохи к эпохе способы нумерации и названия... То есть проблема в том, что способы нумерации и названия... Причем не просто нумерации и названия, систематизации и прочих сложных вещей... И так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вот все аспекты в науке, они имеют определенную истинностную претензию обычно, то, что они нас приближают хотя бы к истине. Вот хотя бы, хотя бы приближают. Уже как минимум. Ну и во-вторых, это все действительно считается существенным и рабочим. И, например, естественные науки считают, что это самые объективные науки в мире. Иотас пишет, ха-ха-ха, да, вот нифига, можно потеряться, особенно на перекрестках под мостами. Эти остановки в Срате и в Киеве, например, в других странах немного проще было разбираться, там больше указателей. Украинцам опять что-то не везет, понимаете? Все претензии к разным рассуждениям такого рода украинцев только, друзья. Что происходит вообще? Может вам город нормальный построить наконец-то? Да я шучу. Нет, действительно, ну, бывают исключения. Но в любом случае вы хотя бы окажетесь, ну, где-то там на улице. Ну, где-то там на улице, наверное. Если не перепутаете улицу и город, тоже может быть. Ну, то есть, практика, она не всегда должна быть точной. Ну, хоть куда-то вы доберетесь, наверное. Меняются, меняются научные теории, меняются религиозные представления, меняются философские концепции. Напоследок скажем, что какая из этих двух точек зрения на роль науки является... Очень стрёмно, что он представил сразу несколько точек зрения в рамках релятивизма, конструктивизма и пост... постмодернизма... Ой, бля... Постпозитивизма. Постпозитивизм, простите. Постмодернизм зачеркиваем, а постмодернизм... Бля... Сейчас. Постпозитивизм подчеркиваем. Да. Оставляем. Вот он взял сразу несколько противоположных концепций, ну, йоу, не классические. И это ещё не всё далеко из не классических вообще-то, ну, да ладно. Правильный... Ну, ладно, попсовая лекция мы... Мы за. Мы вполне поддерживаем. В принципе, он не сказал каких-то радикально неправильных вещей, ну, за всё видео. Очень упрощённо, но это, видимо, связано со спецификой канала SkyOne. Вообще-то, SkyOne, тут такая херня бывает детская, что... Это вполне так себе хорошо. Хорошая попсовая лекция для людей, которые ничего не понимают в науке. Сказать одно... И откровенно ложных вещей сказано не было. Просто очень странное деление. ...назначено нельзя. Их две. Одна классическая, другая не классическая. Есть приверженцы и той, и другой. Согласен. Но есть придерживаться и той, ну, то есть классической до сих пор они существуют, а вот не классической самой по себе нет. Их много. И, например, приверженцев какого-то Пола Фейрабенда, ну, наверное, ну, вот вообще нет в науке. Я не знаю, может быть и есть, но, наверное, нет. Я ни одного не видел, по крайней мере. Приверженцев Карла Поппера, например, ну, вот много. Прилично. Очень много. Поэтому мы можем говорить о том, что, ну, в науке он представлен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!